Симферополь 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 Планировалось кино Причем даже не российской Компанией Я не буду просто называть там конкретику Но там планировался очень интересный Международный проект К сожалению По причинам независимыми Ни от автора, ни от компании По сути там это сорвалось Надеюсь, что временно Я хотел бы, чтобы эта книга была экранизирована Очень надеюсь, что это произойдет А если говорить о книгах Которые я читаю просто как художественную литературу. Это, наверное, Терри Пратчетт, английский писатель-фантаст. Это Джаспер Форде, это писатель из Уэллса. Я не рискую назвать его писателем-фантастом, хотя это ближе всего. В любом случае, это крайне интересный автор. Нил Гейман. Масса других писателей-фантастов и нефантастов. Ну, наверное, те имена, которые пришли, первыми на ум я назвал. Тут разные подходы есть. Есть подход такой более прагматический, западный, я бы сказал, такой американский, который исповедовали, скажем, Джек Лондон или, не знаю, Стивен Кинг. То есть каждый день ты должен сесть и написать столько-то строчек или столько-то тысяч знаков. Правильный подход, я ничего против него не имею. У нас тоже есть авторы, которые пишут именно так. Ну, я, видимо, больше лентяй, поэтому, если я утром встаю и чувствую, что не работает, не хочется, то я могу, в общем, весь день провести, играя в компьютерные игры или читая книжки или занимаясь чем-то совершенно другим домашним. Не знаю, там, гвоздь вколачиваю в стену, гвоздь все сгинается, и вот новый загоняешь до самого вечера. Ну, я шучу, конечно, но я стараюсь, естественно, все-таки что-то в день написать, но у меня от жесткой нормы нет. Специальную литературу я не читал. Я вообще скептически отношусь ко всем заведениям, которые учат написать. Я скептически отношусь к книгам о том, как написать бестселлер. А Стивен Кинг написал, кстати. Да, замечательно и прекрасно, и он заработал на этом немало денег, я думаю. То есть эта книжка настоящий бестселлер. Но научиться писать по ней нельзя. Подобные книги, на самом деле, могут дать массу интересной и полезной информации, но в то же время надо понимать, что это все субъективно. Тот же Стивен Кинг в этой книге, например, утверждает, что нельзя злоупотреблять характеристиками речи героя. То есть не нужно никаких воскликнул Антон Городецкий, прошептал Антон Городецкий, пробормотал себе под нос Антон Городецкий. Ну, условно. То есть по мнению Стивена Кинга надо писать «сказал, сказал, 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 сказал», без всяких уточнений. Это совершенно замечательное правило для английского языка. По-английски большинство книг написано именно так. Попробуйте написать таким образом книгу на русском языке, и вам покажется, что вы читаете очень плохой перевод. На самом деле, конечно, начинающий автор, который хочет как можно быстрее получить какой-то читательский отклик и заработать определенную популярность, может выложить свои книги в интернете. Существует масса стартовых площадок. Ну и действительно получить такую свою минуту славы. Тут более неприятен другой момент. В интернете можно опубликовать все, что угодно и влучить свою порцию хвалебных отзывов. Вы можете написать полную ерунду. Но у этой ерунды всегда найдется сотня поклонников, которые будут говорить, что вы молодец, что вы замечательный автор, что это прекрасно. И вот это вот занижение, занижение такого стартового порога, оно может очень серьезно начинающему автору испортить, сбить просто литературный вкус и самокритику. Книга не умрет, читать будут, но я думаю, что, конечно, процент людей, активно читающих, будет уменьшаться до какого-то определенного предела. Ниже этого предела он не опустится, ничего страшного в общем этом нет. Как говорится, кто-то будет читать книги, а кто-то будет играть в компьютерные игры. Главное, чтобы у всех была возможность выбрать, что ему понравится больше, то или другое. Я думаю, что 22 декабря 2012 года будет достаточно прохладная погода на всей территории России и Украины. Люди будут сильно озабочены наступающим Новым Годом, будут носиться в поисках подарков, везде будут пробки из машин, все будут ругать цены, подскочившие к празднику. Вот у меня ощущение, что будет примерно так. То есть ничего более фантастического, мне кажется, не случится. За менее чем два часа Сергей Лукьяненко честно и с юмором поделился подробностями своей работы, приоткрыл занавес своего личного мира, раскрыл планы на литературное будущее и, конечно же, раздал всем желающим автографы. На этом этапе наш журналистский дозор не завершился. Он продолжится с новой встречей Куба. А пока уходим в сумрак. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok